МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, пора эфиром. Две минуты до эфира. Так, операторы, выставляйте уже мало времени. Третье, чуть общее тоже. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пошел. Война за землю, мистические смерти в подмосковном поселке. Рок преследует семью потомственных егерей Флягиных. Потерпевшая Маргарита Флягина считает, что виной всему бывший офицер МВД Аркадий Завьялов. Именно Завьялов находился среди охотников во время убийства Матвея Флягина, отца Маргариты. Завьялов присутствовал и в момент гибели Олега, ее мужа. И, наконец, следствию удалось доказать, что именно Завьялов убил Тимофея Флягина, родного брата Маргариты. Он ударил свою жертву монтировкой по голове и сбросил тело на дно карьера. Завьялов находился среди охотников во время убийства Матвея Флягина. Да, алло. Когда будем? Когда будем? Да, минут через сорок. Минут через сорок. Галина звонила? Да. Зря вы ее привлекли. Опыта у нее, прямо скажем, маловато. Ты же видишь дела? Дела-то перехлестываются. И так вот сегодня опаздываем. Такую цель преследовал Завьялов, убивая членов семьи Флягиных практически на глазах у жителей поселка. Об этом мы узнаем сегодня во время вынесения приговора на выездном заседании областного суда. Потерпевшая Маргарита Флягина и ее четверо сыновей верят, что в этот раз правосудие свершится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте, а кто такой Завьялов? Завьялов? Он мужик практичный. Сразу после милицейского училища женился на генеральской дочке и взлетел до помощника министра. Слово предоставляется государственному обвинителю. Картина преступления выглядела следующим образом. Аркадий Завьялов, подсудимый, заманил владельца охотничьей базы Тимофея Флягина на дальний участок карьера. Взрывные работы на этом участке временно заморожены. Между Завьяловым и Флягином разгорелась ссора. Вероятно, Флягин отказался продавать Завьялову семейный бизнес. Когда подсудимый достал заранее приготовленную монтировку и со спины напал на Тимофея Флягина. После этого Завьялов вскрылся с места убийства. Тело Флягина с проломленной головой было обнаружено позже в карьере. Орудие убийства найдено неподалеку. У вас все? Все, Ваша честь. Адвокат, вам слово. Благодарю, Ваша честь. Изучив обстоятельства дела, я пришла к выводу, что доказательств недостаточно. Вина Завьялова не доказана. Конечно, вам все недостаточно. А дальше-то что? Завьялов с генеральской дочкой просчитался. Она в скорости его бросила, вышла замуж за французского винодела. Живет теперь во дворце, а героя нашего даже не вспоминает. Нет мотива преступления. Следствию не удалось установить возможную причину неприязни между Завьяловым и Флягином. Или их ссоры, если таковая вообще происходила. Ваша честь, я протестую. Протест отклоняется. Прошу. После развода Завьялова задвинули на вторые роли. Ну, кому он нужен без тестя генерала? И он решил подать свой бизнес. В Москве дело не пошло. Вернулся на родину, там хозяйством занимался. В лес, карьер у него, песок добывал, гравий. Но это все раньше. А сейчас-то что? Видимо, много он кому-то в дорогу перешел. Завьялов говорит, что за 17 лет это третье дело против него. Мой подзащитный правша? А согласно заключению экспертизы, удар Флягину был нанесен слева. Сила удара соответствует 180 килограммам. Подсудимый не мог нанести такого удара левой рукой. Кроме того, на орудии убийства монтировки не было найдено следов моего подзащитного. Нет ни одной улики, которая бы указывала на то, что он виновен. Подсудимый, у вас есть право на последнее слово. Вы желаете что-то сообщить суду? Да, Ваша честь. Я не виновен. Не виновен я. Объявляется перерыв. Я не виновен. Тихо. Затем будет оглашен приговор. Прошу всех встать. Зря вы его так защищаете. Это моя работа. Я его все равно посажу. Вы так уверены? Уверен. Он у меня пару раз срывался, в третий раз не сольвался. Не могу поверить. У вас что, так принято вести такие разговоры с адвокатами? А вы понимаете, что я могу прямо сейчас написать жалобу о том, что вы... А что я? Я просто высказал свое личное мнение. Вот это сестра убитого. Ну что, москвичка? Он тебе заплатил, да? Озлатил крадеными денежками. Не обращайте на нее внимания. Это местная сумасшедшая. А я подворачиваюсь сюда. Что ты мне в глаза не посмотришь? Ты мне в глаза посмотри. Понятно. Ну что, не убивал-то? Не убивал. Слушай, сколько раз можно говорить, а? А я с тобой не разговариваю. Я с адвокаткой разговариваю. А с тобой у меня другой разговор будет. А кто убивал-то тогда? Кто? Моя работа – защищать невиновного. А искать убийцу – это работа оперативников. Вот оперативники-то и нашли убийцу. И я его посажу. Знаем, какие оперативники все. Ты что, с ума сошел? Вдруг сейчас мать увидит. И что она сделает? Это для тебя, Анна, мать и командир, а для меня – тетка. Прошу всех встать. Суд идет. Прикорок. Завдяло Аркадия Ивановича. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статья 105 УК Российской Федерации, по пункту второму, часть первая статья 24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления, оправдать. Как? Что значит оправдать? Освободить Завьялова из-под стража в Далесу Бару. Как это освободить? Что значит освободить? Прикратите балаган! Это освободить! Быстрее! Они в цирке! Подождите, стучок! Я вам сейчас покажу тот цирк! Ну что, все купили? Все продали! Дуры, а? Я сейчас тебе покажу дуру! Стоять! Я вас разрушусь за неуважение к суду! Вы что? Бросьте оружие! Всем стоять! Что вы делаете? Заскнись! Не двигаться! Сели! Все сели! Сел! Оружие на пол! Руки за голову! Ключ от клетки! Быстро! Быстрее! В сторону отошел! Трофим Петрович, у вас там что, радиоспектакль? У Галины, похоже, проблемы! Давай быстрее! Дернешься! Убью! Дай мне ключ! Иди! Ну что, я так и думала, что у нас сегодня не будет справедливого суда! А ты, Сергей Борисович, слабоват оказался перед московской девчонкой-то! Слабоват! Так! Значит, начальство! Ты, ты, ты! Остается! Иди! Садись туда! Всем сидеть! Так! Не шевелиться! День задался! Что будем делать? ОМОН вызываем! А теперь самое главное! Кто хочет быть присяжным? У нас здесь будет свой народный суд! Так что давайте! Ну, понятно! Это, Сережа? Да! Сергей! Ко мне! Сереж! Ну, отсеки здесь, двенадцать человек! Пускай идут! Идут, смотрят по телевизору! Не надо мне лишней крови! Понял! Давай! А ты снимай! Снимай! Давай! Пускай все видят! Давай-давай! Местное телевидение! Местное телевидение прислали! Понятно! Все в сборе! Значит, только нахз не хватает! Отлично! Все лишние ушли! Быстро, быстро! А вы двенадцать остались! Сюда, сюда! Мобильные телефоны! Пошли! Живее! А вам сидеть! Присяжными будете! Второй! Я знаю, что у тебя два! Один для работы, другой для семьи! Слушай, дай хоть жене позвонить, чтобы не волновалась! А ты веришь, что это ее успокоит? Да! Алло! Слушай, я сейчас не могу говорить! Ага, давай! Перезвоню тебе! Давай! Что там? Чего у тебя за мяло такое? А? Телефонный звонок! У меня и другие есть! Хотите, я вам поставлю? Вот такой, например! Не, оставь его себе! Свободный! Пошли! Пошли! Все, получилось. Заложники наши. Все, получилось. Заложники наши. Молодец. Молодец, сынок. Сколько осталось? Минут двадцать. А может, десять. На похороны разве опоздаешь? Ты, Егор, иногда бываешь невыносимым. Опа. Детство, знаете, было тяжелое. А что это? Наверное, в карьере у Завьялова камни рвут, что ли. Понятно. Значит, подъезжаем. Если вы глупостей не будете делать, мы вас пальцем не тронем. На, возьми. Шаврин, Афанасий Иванович, ты скажи своим орлам, чтобы они нам не мешали. Ладно? Ну, а как, Рита? Ты же телефон отобрала. Трансляция идет? Идет. Ну, пускай идет. Пускай идет. Пускай все будет открыто, честно. Как в настоящем суде. Водей. Ну? Сейчас посмотрим. Да брось ты уже свой компьютер. Не, еще не доиграл. Снимай, снимай. Я снимаю, но они могут отключить вещание в любой момент. Ну-ка, это, направь на меня. Сейчас. Товарищ начальники. Руку убери. У меня здесь все же судебное и милицейское на начальстве. Покажи. О, судья. И сюда переверни тоже. Так-так, отлично. И на меня, на меня опять. Вы поняли, да? Вот это все. Вот, если вы нам сейчас будете отключать телеэфир, я их поубиваю. Ясно? Чумовая. Они не отключат, не волнуйтесь. Быстрое оцепление. Всех разогнать. Детей убрать. Что-то ты сказала, что из заложников никто не пострадает? Только при условии, что им никто не будет мешать. Она что? Сказала это все в прямом объеме? Она сказала, что если отключить телеэфир, убьет заложников. Ее требования выполнили? Так это, кроме Флягиной, там еще четверо вооруженных преступников. Ее сыновья и племянник. Оружие. Четыре охотничьих ружья и двухствольный обрез. Арсенал. Кто в зале еще, кроме… Судья, прокурор, адвокат, телевизионщики, начальник райотдела милиции Шаврин. Он-то как туда попал? Так он же там по делу как свидетель проходит. Надо же было шефу вляпться в эту историю. Вы земляки. Я Маргарита Флягина, вы меня хорошо знаете. Сегодня, находясь в здравом уме и трезвой памяти, я захватила здание нашего клуба, в котором проходит суд над Аркадьимом Завьяловым. Я считаю, что суд проходит несправедливо. И теперь мы проведем новый суд. Мы предъявляем только одно требование к органам власти и милиции. Не мешайте нам. Если вы позволите нам довести дело до конца, я клянусь жизнью своих детей, что никто из заложников не пострадает. Вы прекрасно знаете, что у меня убит муж, брат и отец. А если вы нам помешаете, то тогда... Сережа! У меня тут пульт. Две кнопки. Красная и зеленая. Отключить и взорвать. Я надеюсь, что я не промахнусь. У вас есть полтора часа, чтобы вынести приговор. Если опять не найду справедливости, я вас всех похороню. Ну-ка, сели. Сели. Сели, я сказал. Че, не слышишь? Сядь. Сядь, говорю. И ты. Тетка включила бомбу. Что дальше? Дальше? Уходи. Ну вот, теперь у нас будет свой суд. Настоящий. Ну что, Аркаша, ты теперь боишься? Боюсь. Правильно делаешь, что боишься. Боюсь, что глупости наделаешь. И себя погубишь, и детей своих. За меня не беспокойся. Да себе подумай. Выбраться они не смогут. Глухо, как в танке. Да, ни окон, ни дверей. Надеюсь, стену-то они не проломят. Если только не взорвут. О! Да ладно, не волнуйся, москвичка. Это не наша бомба, да? А наша громыхнет. Тебе мало не покажется. Никаких неров не хватит. Товарищ майор, может, я позвоню в карьеру, чтобы они работу прекратили, а? Не надо, не надо. Лишние вопросы нам только паники не хотят. Так знают же все. Так покажи еще. Молчат. А где они сидят? В зале. В зале? Лейтенант! Срочно сюда администратора или завхоза. Те, кто клуб знают. Мне нужен план клуба, помещение для штаба с телевизором. Ага, понял. И скорую не забудь. Если с Галиной что-то случится, я себе этого не прочь. Да перестаньте самоедством заниматься. Это ее работа. Надо к этому проще относиться. А это еще что? Загусили. Машину отгоните. Здесь нельзя останавливаться. Сейчас отгоним. Сейчас отгоним. Кто старший? Майор Строганов. Здравствуйте. Вы провели с ними переговоры? Нет. А вы, извиняюсь, кто такой? Это Стрельцов, адвокат. Я тоже адвокат Дербенев. А в заложниках находятся наши сотрудницы, Галина Крылова. Адвокат Стрельцов и адвокат Дербенев. Ваше место за отцеплением. Машину отогнать. Не вопрос. Сейчас я машину отгоню. Надо выяснить, чего они хотят. А что вы предлагаете? Пойти туда, провести переговоры. И кто туда пойдет? Ну, я, например. Какой смелый. Вы хотите провести с ними переговоры? Хорошо, мы проведем с ними переговоры. Я как раз хотел пообщаться с ними по этому поводу. Дай-ка сюда мотивальник. Внимание! Всем посторонним, выйти за отцепление! Всем посторонним, выйти за отцепление! Вот, посмотрите, красавцы. Один лучше другого. Все как на подборке. Внимание! Говорит, майор строго. Здание цеплено. Маргарита Николаевна. Отсюда никто не выйдет. Вам предлагается отпустить за луженью. И выйти с поднятыми руками. Повторяю, отпустить заложников. И выйти с поднятыми руками. У меня ощущение, что наши переговоры провалились. Рит, Рита, не дури. Сложи оружие и выходи. Строганов, отойди от двери. Что-что? Я говорю, от двери отойди. И за стеночку спрячься. Если я говорю, надо делать. Понял? Рита, ты что творишь? Ты охренела, что ли? А ты загляни в дырочку. Слышишь меня? Да-да, загляни, загляни. Видишь меня? Да, хорошо видишь. Так вот, если ты мне будешь мешать, я взорву. Рита, говорю тебе, остановись, не дури. Я взорву, весь клуб. Уходи. Так, быстро. Все за мной. Быстро. У нее наверняка есть сообщники. Надо их найти. Я понял. А вы? А мы останемся. Чтоб муха у меня не пролетела, ясно? Ясно. Перекрывайте вход. Есть. Рита, остановись, пока не поздно. Подумай о детях. Это ты мне говоришь? Это ты мне? Да тебя ж посадят лет на десять. Главное, тебя посадят. Все, хватит рассусоливать. Все. Шаврин, ну что, спецназ, наверное, уже едет из Москвы? У нас полтора часа еще есть. Ну и прекрасно. Встать! Суд идет! Встать, я сказала! Подполковник Шаврин оказался среди заложников. В его отсутствие я взял командование на себя. Как здание? Здание клуба оцеплено. Мы высылаем в спецназ. Они будут у вас через два часа. До этого времени ничего не предпринимать, если не будет непосредственной угрозы жизни заложников. Есть. Вы все сделали правильно, майор. Строганов. Майор Строганов. Удачи. Прилетят волшебники в голубом вертолете. И все сделают за нас. Кого там черти принесли? Кто там? Я Стрельцов, адвокат из Москвы. Я хочу с вами провести переговоры. Из Москвы? Ну-ка, впусти-ка его. Сами будем штурмовать. Как? Так ведь он сказал. Он сказал, если не будет угрозы жизни заложников. Да что, думаешь, там нет угрозы? Так там же Шаврин с заложником. И что? И что это его работа? Ему не привыкать. Мы что, не можем обезвреть одну женщину и четырех парней с охотничьими ружьями? Для этого нужно москвичей ждать, чтобы они приехали и все за нас сделали. А где этот? Кто? Адвокат. Да проходи, проходи. Москвич. Быстрее. Скажите, какие ваши требования? Мы должны провести переговоры. А я тебе ничего не должна. Вот так вот. Давозик остальные моего. После вынесения оправдательного вердикта Аркадию Завьялову... Ну вот, Флягина нашла оправу на Завьялова. Конечно. Мужики не могли с ним справиться. А теперь бабе приходится. А что, это и есть Флягина? Они. Все семейство с Бори. Она угрожает взорвать себя вместе со всеми заложниками, если клуб попытаются штурмовать. Подожди-ка, это не все. Вот этого парня нет. Ванечка Флягин. С собой не взяла. Ну, ясное дело, пацан-то молодой, решил уберечь. Подождите, братцы, а может, еще кого нет? Дядьки Маргариты. Василия нет. Дядька? Ага. Внимание! Говорит майор Строган. Зона отопления увеличена. Повторяю. Зона отопления увеличена. Всем посторонним покинуть территорию в клубах. Всем быть не до оцепления. У тебя все в порядке? Да, Трофим Петрович. Я выиграла дело. Да, я вижу. Почему посторонние на территории? Проводите гражданина адвоката за оцепление. Так точно. Майор, я считаю, что нужно поставить людей за родственниками Флягина. За дядька и за младшим сыном. Они наверняка понадобятся для переговора. Еще один переговорщик нашелся. Но нет у меня сейчас лишних людей. Товарищ майор, штаб готов. Очень хорошо. За оцепление его. Быстро. Извини, ничего личного. Да нет проблем. Западная, дом 16. А дядя, Васильевская, 37. Спасибо. Адвокат, говоришь? Вода. Берите воду. Вон тебе клиент. Защищай его. Оператор, снимаешь? Снимаю. Снимай, снимай. А чего он строит-то? Дома, дороги. Ага, сейчас разбежалась. Где ты видела? Дома, дороги. Фирмы у него, люди, техника. Ну, все как положено. Слушайте, ребят, а где здесь западная улица? Это вот сейчас прямо пойдете и выйдете точно на нее. Хорошо, спасибо. Немного пока. Не за что. Земли свободной мало. Не дает раскрутиться. Такой раскрутится. Я объявляю заседание открытым. Я готов быть адвокатом Завьялова, но я прошу об одном одолжении. Отпустите, пожалуйста, Галину. Хорошо. Она мне не нужна. Сань, проводи ее. Черным ходом. Чтобы не было тут проходного двора. Идем. Только поаккуратнее. Из Москвы все-таки адвокатка-то. Ну что, товарищ прокурор, начинайте обвинение. Начинайте, начинайте, Сергей Борисович. Следствием установлено, что подсудимый Завьялов пришел на карьер... Нет, Сергей Борисович, ты с его отца начинай. В 1995 году Аркадий Завьялов вернулся из Москвы и решил организовать здесь бизнес. Сначала он хотел купить долю в охотничьем хозяйстве Матвея Флягина-старшего. Его интересовала небольшая фирма, частное предприятие, которое Матвей Флягин создал для того, чтобы строить охотничьи домики. Но Флягин отказался продавать Завьялову эту фирму. У меня есть свидетель, который слышал и видел их ссору. Свидетель, ваши показания давайте. В тот день я проходил мимо дома Флягина. Через окно я видел, как Матвей ругался с Завьяловым. Я так понял, что он выгонял его из дома. Ну, в смысле, Завьялова. А на следующий день с утра я пошел на охоту. Матвей, самый опытный, шел первым. Я замыкающий. Когда мы поняли, что кабан близко, мы разошлись в сторону. Потом я услышал шорох. Обернулся, увидел человека. Он выстрелил в Матвея, я бросился за ним, но стрелявший ушел. Это был Завьялов. А почему же вы тогда Завьялова не посадили, если видели, как он стрелял? Из области звонили. И что? Они собираются прекратить трансляцию. Здесь был другой районный прокурор. Я не знаю, как он умудрился договориться с Завьяловым, но в деле появились показания сотрудника фирмы Завьялова о том, что он видел его в другом месте. Прокурор прикрыл дело. Ясное дело. На свидетеля надавил, а прокурора подкупил и вышел сухим из воды. Разве не так? Аркадий, ты, кажется, что-то хотел сказать, да? Все было совсем не так. А как было? Ну, расскажи нам, как все было. Так, Сергей Борисович, продолжай обвинение. А что, есть еще обвинение? Есть. Подождите, еще вопрос. Аркадий, а что было потом с этой фирмочкой, которую ты хотел купить? После смерти Матвея Флягина, ей управлять было уже некому. Ну и что? Ну, я купил ее. Дорого отдал? Достаточно. Ну-ка, отойди. Я вижу, вы свое дело хорошо знаете. Я просто хочу предупредить, если вы выкроете это дело, вы отсюда не выйдете. Понятно вам? Давайте продолжим, если вы не против. А где... Сереж, а где Саша? Проверь, проверь, пойди. Алло. Ну что? Все тут по плану. Все, сукачился. Молодец, ну-ка. Саша! Саш! Ты где? Саш! Саша, ну ты где ходишь? Мать беспокоится, может, к тебе повязали. Пока отпускал, пока осмотрелся. Все тихо. О, смотри, сломалось. Вырубили. На самом интересном месте. Сломалось. Ладно, поехали. Давай подождем, может, еще в ключе. Да погоди ты. Василий, ты почему не на суде? Все там, а тебя нет. Ага. С дурной бабой связываться? Видишь, что происходит? Что происходит? Постой, а сам ты чего не смотришь? Прервали. По техническим причинам. Пойду в клуб узнаю. Да, я слушаю. Маргарита. Да, да, я, я. Трансляция не идет. Как не идет? Почему? Отключили. По техническим причинам. Понятно. Что случилось, а? У меня все работает. Это на канале отключили трансляцию. А что ты молчишь-то? Ты что-нибудь сделать-то можешь? Нет, отсюда я не могу. Директор, звони. Быстро звони. Директору, пускай включает. Маргарита Николаевна, я убежден, что трансляцию отрубили по распоряжению из области. По закону телевидение не имеет права давать трибуну террористам. А если я буду убивать по одному человеку в час, а? Вряд ли это добавит вам популярности. И начну я с тебя, оператор. Нет эфира, нет человека. Ты мне больше не нужен. Все. Подождите. Я могу настроить трансляцию по интернету. Настраивай, иди. Иди, настраивай. Продолжаем. Вот план. Здание ДК. ДК. Отлично. У нас очень мало времени. Нужно готовиться к штурму. Парни, парни, смотри, появилась. Где? Ну, что там? Ну, да. Сергей Борисович, у нас времени мало. Давай быстрее. Ближе к делу. После смерти Матвея Флягина Охотхозяйство возглавил муж Маргариты Николаевны Олег Флягин В 2000 году Аркадий Иванович Завьялов собрался расширяться Ему нужна была техника Новый кран, сучкорезная машина, камазы Вся эта техника была у Флягина Но Олег Флягин отказался продавать машины Завьялову Разговоры с Сору Завьялова с Флягином Слышали несколько свидетелей Я не одним днем живу, завтра полагается Я сказал нет, значит нет Опять ругается, ведь на что-то делят А на следующий день Олег Флягин погиб Он упал с крыши и разбился насмерть И в этот раз Завьялову удалось избежать наказания Вот это что? Вот это сцена Так, а это? А это люк Через него из-под сцены артисты попадают на сцену А это что? Это похоже вход в подвал А пунктиром? А вот это пунктиром, это вентиляционная шахта Если это так Мы отправим своих людей через шахту, через подвал к люку Через люк они попадают на сцену И мы устроим этим клоуном концерт по заявкам Скажите, вам удалось тогда в 2000 году приобрести технику? Ну да, удалось И у кого вы ее купили? В компании Флягина А если бы муж Маргариты Николаевны, Олег Флягин, был жив Он пробовал бы вам машины? Нет Вот видите, вот видите, адвокат Да что видите? Петрович, что ты ее слушаешь? Замолчи! Замолчи, я тебе сказала! Что, Маргарита? Хватит! Саша! Саша! Все! Все, Саша! 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 Выстрел! Саша! Немедленно откройте дверь, я вернусь обратно с опьячкой Они убивать начали. Так, начинаем штурм. Теперь нас никто не осудит за это. В зале раненый, найдите аптечку. Вас выпустили? Да, да. Нужна аптечка. Только быстро. Обратно я вас не пущу. Ранение тяжелое. Нет, нет, нет. В руку. Мы начинаем штурм. Да вы с ума сошли. Они убьют заложников. Они и так начали убивать заложников. Да никто никого не убивал. Просто ранение легкое. Надо обработать рану и все. Дать им не час. Я закончу это дело. Нет, для вас это дело уже закончено. Проводите его за оцепление. А где Галина? Какая Галина? Ну, Галина Крылова, адвокат. Ее выпусти. Они никого не выпускали. Не выпускали? Нет. Куда? Назад! Ну что, Завьялов? Отобрал наши земли, да? Построил свои паршивые коттеджи. Что ты скажешь в свое оправдание? Витя, ты же прекрасно знаешь, что ничего Кто там? Сережа, кто там? Адвокат. Где Галина? Ну, где она? Она там. С ней все в порядке. Преступники начали убивать заложников. Они не оставили нам другого выхода, как начать штурм. Да что, мы не знаем этих Плягиных, что ли? Мой приказ. Стрелять на поражение. Так точно. Давай. Сунешься, убью! Не тронь! Галина, это мы. Это мы. Куда мы попали? Куда-куда? Шахта вентиляционная. Перевязывай и молчи. Ты пойми, дальше будет только хуже. Вы уже на краю сейчас. Мы будем делать то, что говорит мама. Что, маменькин сынок, маму привык слушать? А ты заткнись, иначе еще получишь. Тихо. Оба. Смотри, здесь целое бомбоубежище. Сообщай, майор. Товарищ майор, спустились. А здесь целое бомбоубежище. Понял. Сейчас вышли Прохорова с командой. Действуйте. Есть. Вперед. Зволочь! Как ты мог? Как ты мог? Что ты делаешь, премианник? Ты же нас подставляешь. Это твое? Да. Подними. Дай сюда. Тут деньги были? Деньги, говорю, были? Да и там было-то ничего. Тварь. На, возьми. Что еще? Что это такое? Лекарство. Я убью тебя сейчас. Пошла вон на улицу, марш. Здесь будешь сидеть. Я тебе не доверяю. Я почти закончил. У меня остался один час. Делай, что хочешь, но чтобы у меня был этот час. Поняла. Прош, а ты действительно будешь стрелять на поражение? Да, конечно, нет. С бабушной бабой нормальным пацанам голову вскружила. Чего они за ней пошли? Семья, потому что. Наша задача – захватить пульт управления и безвредить бомбу. Пошли. Вперед. А Санька-то, племянник Флягины, ведь тот же сапером служил. Ага, мы вместе в учебке были, а служили в разных частях. С зала вышел заложник. Пропустите. Адвокат Завьялова, если я не ошибаюсь. Да. У нас сегодня адвокаты ходят туда-сюда толпами. Аж в глазах рябит. Может, вас закрыть, чтобы вы не мешали работать. Незаконное лишение свободы прав человека, не связанное с его похищением. Статья 127-я, срок до двух лет. Что? Вы должны отменить штурм. Кому я должен? Себе. Прежде всего, себе. Вань, ты дома? Вань, ты должен помочь мне спасти твою мать и братья. Ваня! Трофим Петрович держит ситуацию под контролем. Он просил еще час, после чего все заложники будут отпущены. И какие он может дать гарантии? В зале идет суд. Над Завьяловым. Петрович добьется его оправдания. В зале обезумнейшая женщина, взрывчатка и люди с охотничьими ружьями, которые стреляют по заложникам. Они не будут стрелять по заложникам, пока Петрович ведет дело. Он оправдает его, Завьялова отпущена. Проводи. Статья 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе. А где ж тебя искать-то? Вперед! Если ваш Петрович не выведет заложников из клуба, вы оба сядете. И вы, Иваш Петрович. Смотри, шахта. Заходим. Трохоров! Трохоров, слышишь меня? Да, товарищ майор, слушаю. Внимание! Отмена операции. Возвращайтесь на базу. Слушаюсь, за мной. Подтвердите отмену. Вы тоже возвращайтесь из клуба. Пошли. Ты виновен, Аркадий. Это ты убил всех этих людей. Виновен. 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 Продолжение следует... Дело бизнесмена Аркадия Завьялова, обвиняемого в убийстве Тимофея Флягина, с которым у него был конфликт, получило неожиданный оборот. После вынесения Завьялова оправдательного приговора, Маргарита Флягина и ее сыновья захватили зал суда и под угрозой оружия пытаются устроить самосуд над Завьяловым. Легендарный следователь по особо важным делам, а ныне известный адвокат Трофим Петрович Стрельцов, смог проникнуть в зал суда и сейчас пытается вести переговоры с Флягинами. И только что мы получили сообщение о новых драматических событиях. Как выяснилось, захватчикам удалось заранее пронести взрывчатку в помещение поселкового клуба. Флягину угрожают взорвать себя. Петрович, ты что, перебетнулся? Ты боишься? Я за тебя боюсь, Аркадий. Неужели ты правда стал убийцей? Я клянусь тебе, я никого не убивал. Я не виновен. Тогда объясни мне, как так получается, что каждый раз, когда между тобой и очередным жирным куском оказывался кто-нибудь из Флягиных, обязательно кто-нибудь из них умирал. Что он делает? Подожди, подожди. Я не понимаю, что ты называешь жирным куском? Я называю жирным куском то, на чем ты делал свое состояние. Когда тебе нужно было, ты получал землю, получал машины, получал лес, и обязательно после этого кто-нибудь из Флягиных умирал. Вы же сказали, что он оправдает Завьялова и выведет всех заложников. Я и сама так думала. Ты скажешь, что ты здесь ни при чем, что это случайность. Я не верю в такие случайности. Ты довел этих людей до края, и не удивляйся, что здесь сейчас происходит. Ты сам привел их сюда и дал им в руки оружие. Ты во всем виноват, Аркадий. Флягина сейчас поставит его к стенке и расстреляет. Зря я вас послушал. Ну, подождите. Похоже, у Петровича есть новый план. Он просил час. Нет у меня этого часа. Зря я вас послушал. Зря я вас послушал. Зря я вас послушал. Энц! Ха-ха-ха-ха! КРИКИ 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 СТОНИТ КРИКИ Да-да. Петрович, что мне делать? Это всё неправда. Я клянусь тебе, я никого не убивал. Я не виновен. Ну, если не виновен, значит, есть доказательства твоей невиновности. Помоги мне их найти. Расскажи, почему вы ссорились со старшим Флягиным? И какой разговор у вас был с мужем Маргариты Николаевны на стройке? Ну, а главное, почему ты каждый раз скупал собственность Флягиных? Я не могу. Что ты не можешь? Не могу говорить. Ну, значит, я не могу тебе ничем помочь. Подожди. Я не могу тебе рассказать. А вот она может. Кто? Она. Пусть расскажет, сколько было на счету их фирмы на момент свершения сделки. Да хватит! Мы тебя достаточно слушали. Минуточку, минуточку. У меня ещё есть пара вопросов. Какие вопросы? К кому? К вам. Ваня! Вань, да подожди ты! Вань! Да остановись! Не бойся меня! Я хочу знать, каково было финансовое положение вашей фирмы в 1995 году. А какое это имеет отношение? Ну, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я просто не понимаю, при чём здесь... Вы хотите узнать истину или вы хотите убить его? Если вы хотите убить его, то у вас для этого есть всё. И я вам для этого не нужен. А зачем вам знать-то про наши деньги? Я хочу установить истину. Я хочу узнать мотивы обеих сторон и хочу знать об этом как можно больше. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Да я вообще финансами-то никогда не занималась. Я деньги не умею считать. Интересно, а кто же занимался финансами? Серёжа, сын мой. Он у нас бухгалтер. Вот его и спрашивайте. Серёжа, скажи ему. 37 дом Василия. Сойдём в гости. Сергей, скажите, каково было финансовое положение вашей фирмы в 1995 году? Ноль рублей. Долги были? Да. У нас был непогашенный кредит и долги по налогам. Но мы рассчитались к концу года. С каких заходов? С тех, что получили за строительную фирму, которую купил у нас Завьялов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваня, твой велосипед здесь не прячься. А вы могли бы продать фирму кому-нибудь другому? Нет. Стало быть, других покупателей не было. Не было. И это вы называете план? Кому какое дело, сколько у кого было денег десять лет назад? Все знают, что Завьялов наживался на бедах Флягиных всё время. Похоже, его здесь не любят. А у нас богатых нигде не любят. А сколько было в 2000 году? Какое это имеет значение? Ну, ответьте, пожалуйста. Серёж, скажи. Несколько рублей. У нас был тяжелый год. Долги? Налоги за полгода. Мы были на грани банкротства. Ну, выкрутились? Нет. А откуда взялись деньги? Мы продали технику Завьялову. Ну, что-то мне подсказывает, что и на этот раз толпы, желающих купить у вас технику, не было. Не было. Скажите, а вы тоже думаете, что Завьялов наживался на деньгах Флягиных? Мне совершенно наплевать, кто на ком из них наживался. Какая разница? Будем штурмовать. Ждём. Полагаю, что теперь у вас с деньгами всё в порядке. В общем, получается, Маргарита Николаевна, что Завьялов всё это время спасал вас. Протестую! Ребята! Основание, пожалуйста! Это слишком громко сказано. Он что, с себя последнюю рубаху снимал? Он всякий раз оказывался рядом, когда им нужны были деньги. Ну, это не значит, что он их спасал. Ну, хорошо, он не спасал, но он помогал им. Ну? Но кто-нибудь можете объяснить мне, почему он это делал? Аркадий, ты можешь объяснить, почему ты это делал? Маргарита Николаевна, может быть, вы объясните? Маргарита Николаевна, может быть, вы объясните? Маргарита Николаевна, может быть, кто-нибудь есть в этом зале, кто может объяснить, в чём тут дело? У нас мало времени. У них был роман. У кого? Слушай, помолчи, а! У кого был роман? А что, Аркаш, не правда, что ли? У него был роман с Ритой. Ну, с Маргаритой Николаевной. Это правда? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, Дюга. Да. Ваня! Ваня! Иван! Ты слышишь меня? Ну, очнись, очнись. А что случилось? Что случилось? Ванюш, а? Почему же ты молчал? А что это меняет? Ты же всё равно думаешь, что я убийца. Нет, я теперь не уверен. Я теперь сомневаюсь. Аркадий, скажи, когда у вас начался роман? Я не буду об этом говорить. Я не понимаю, что это меняет наши отношения в прошлом. Нет, Ваша честь. В деле появились новые обстоятельства, и нам необходимо выяснить, как эти новые обстоятельства повлияли на поведение подсудимого. Маргарита Николаевна, а может быть, вы расскажете, как это всё было? Ну, в 1995 году. Завьялов вернулся из Москвы. Если я не ошибаюсь, вы в это время были замужем? Да, я была замужем. А муж знал о ваших взаимоотношениях с Завьяловым? Нет, не знал. Тогда не знал или вообще не знал? Тогда не знал. Отец? Отец знал. А когда отец узнал об этом? Вечером. Накануне гибели. Да? Ты уже вышел? Нет, тётка закрыла меня в счетовой. Как? Зачем? Долгая история. Ничего страшного, с пацанами досижу. Да ты не должен там находиться. Почему? Тётка закончит суд, и мы выйдем вместе. Да оттуда никто не выйдет. Почему это оттуда никто не выйдет? Она выключит бомбу. У неё же есть пульт. Пульт? Да этот пульт. Фуфло. Понимаешь? Бомбу нельзя отключить. Время пошло, как только она её включила. Понимаешь, сынок? Через сорок минут взорвётся всё. Ты что это, отец? Убрал прерыватель, да? Ты что, рисовался? Тихо, 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 тихо. Ты только успокойся. Я вытащу тебя, вытащу. Ты только дождись, сынок. Дождись. Отец узнал, что его замужняя дочь встречается с каким-то парнем, а на следующий день отца убивают. Так? Так. Но между этими событиями было ещё одно событие, а именно разговор, а точнее ссора между отцом и Завьяловым, которую услышал наш уважаемый свидетель. Как мы выяснили, во время ссоры отец уже знал об отношениях Завьялова и его дочери. И думаю, что разговор в этот вечер между ними шёл и о бизнесе, Маргарита Николаевна. У нас есть свидетель, который уверенно заявляет, что он видел, как Завьялов стрелял во фляг на старшего. Матвея. Простите, я заметил, вы меняли контактные лица. Да, а что? Давно носите контактные лица? Недавно, ещё не привыкли. Я заметил, что вы не привыкли. А раньше мы носили очки. Нет. Какое у вас зрение? Минус пять. А что? Когда вы увидели выстрел во фляге на старшего, на вас ведь не было ни контактных лиц, ни очков, правильно? Нет, не было. Давайте проведём следственный эксперимент. Будьте добры. Я вас попрошу, снимите, пожалуйста, контактные лица. ЗВУКИ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВЗРЫВ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Я видел, Флягина освободили на заложницу. Так точно. Галина Крылова. Она здесь, адвокат. Они слышали, что вас освободили из зала. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение в зале? Мы смотрим, но трансляция дает все же неполную картину. В зале работает переговорщик. Стрельцов Трофим Петрович. Очень хороший адвокат. Я в курсе. Кажется, ему удалось добиться перелома. Кажется, удалось. Он получил от меня подробные инструкции. Со скольки метров вы видели стрелка? Метров тридцать. Ну, здесь примерно тридцать метров. Повернись, пожалуйста. Вон там у двери стоит человек. Вы можете сказать, кто это? Прокурор. Вы, сына Флягиных, приняли за прокурора. Значит, Завьелов-то ни при чем. Вы можете идти. Здесь больше ничего интересного не будет. Надеюсь, что так. Итак, мы выяснили, что корыстный мотив в действиях подсудимого исключается. Как это исключается? Маргарита Николаевна, раскройте глаза. Человек, которого вы обвиняете в скупке ваших активов, занимался благотворительностью. Он всякий раз спасал вас от банкротства. Ну и что? Ну и что? Меня интересует, когда ваш муж узнал о ваших отношениях с Завьяловым. Я не буду об этом говорить. Господин прокурор, вы говорили, что в деле есть показания свидетелей, которые видели Завьялова в момент гибели Флягина. Да? Это строители. Они видели, как он ругался с мужем Маргариты Флягиной. А кто нашел тело Флягина? Эти же строители. Только несколько часов спустя. Что это была за стройка? Гостиница для охотников. Завьялов имел отношение к этой стройке? Нет. Ну а зачем же тогда ему было туда ходить? Откуда я знаю? Аркадий, может быть, ты скажешь, что ты там делал? Нет, я... я не объясню. Ну, я мог и не задавать этот вопрос. Опа! Ну вот. Да. Приехали. Что, опять отрубили? Да глушат, наверное, через интернет. Да ладно, дай пока поиграю. Да подожди ты, может, еще включат. Ну, ждите. Дай-ка. Сейчас, сейчас, сынок. Завьялов шел на стройку, чтобы встретиться с Маргаритой Николаевной. Они встретились, поговорили, потом Завьялов ушел, а потом через какое-то время туда пришел муж, Олег Флягин, которому сказали, что его жена встречается с Завьяловым. Вот тут кто-то и подтолкнул Флягина с лестницы. Вы что, хотите сказать, что я его подтолкнула? Я его убила? Эй, телезионщик! На компьютере ничего не видно. Что случилось? Трансляции нет! Сигнал от камеры идет! Может, с техникой что? Очень хорошо. Так. Соедини меня с областью. Ты слышал? Такое выражение – сжечь мосты. Слышал. А есть еще одно выражение – перейти, Рубикон. А есть такое. Область. Строганов говорит. Слушаю вас. Возникла угроза жизни заложников. Мы вынуждены были пойти на штурм. Все заложники освобождены, жертв нет. Поздравляем вас, майор Строганов. Спасибо. Что вы сделали? Я перешел, Рубикон. Готовь людей к штурму. Я не думаю, что это вы убили мужа. Тогда к чему это? Сейчас объясню. Итак, мы думали, что Завьялов скупает ваш бизнес, а оказалось, что он пытался спасти его. Второе. Мы думали, что он ссорится с вашим отцом из-за денег, а оказалось, что он ссорится из-за вас. Третье. Мы думали, что на стройке Завьялов встречался с вашим мужем, а оказалось, что он встречался с вами. И четвертое. Давайте подумаем, о чем мог Завьялов разговаривать с вашим мужем. Ты снимаешь? Нет. Аккумулятор раздох. Давно? Нет. Недавно. Что ж ты молчал-то, а? Я боялся, что убьете. Давай. Включай. Не включишь, пожалеешь. Расходимся. Вы своим откуда пришли? А мы туда. Посмотрим, что дальше. Ага. Ясно. Что вы делаете? Вы же обещали. Ситуация изменилась. Возникла угроза жизни заложников. Угроза? Я поняла. Вы специально. Да? Вы нашли способ отрубить трансляцию. Вы хотите обмануть начальство. Все готово. Начинаем. Ничего мы не начинаем. Я сама позвоню вашему начальству. Слушай, убери ее отсюда. Куда? Куда хочешь. Я позвоню вашему начальству. Я все им скажу. Веред. 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 Бери руки. Веред. Вы имеете право. Это насилие. Веред. Российский уголок. Что это? Это в карьере. А? Куда? Так отпусти. Куда? А ну назад. Назад. Сидеть. Сидеть, я сказал. Ну? Все готово. Рита, я больше не могу. Ты же видишь. Молчать. Он все равно докопается. Молчать, я сказала. Я готов молчать. Я готов даже умереть ради него. Ты же видишь, правда, все равно выплывет наружу. Я сейчас тебя убью. Мы хотим защитить его, но, возможно, тем самым навлекаем на него страшную опасность. Стас, все! Брось ружье! Отпусти, мать! Убью, как собаку! Ваня, мой сын. Ваня, его сын? А кто такой Ваня? Ваня, кто ж нас так? Тетя Василий. Ты жив? Давай. А в завчатке здесь сколько, а? Здесь карьера, там много всего. Ну-ка, а сейчас будет бомб. Давай, держись. Вот так. Давай, 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 давай. А, дядя Вася. Дядя Вася, молодец. Давай сюда. Я понимал, что если Флягина узнают об этом, он станет изгоем, ваша семья. Я хотел бы, чтобы он был моим наследником. Врешь. Ты врешь. Ты все врешь. Откуда? Откуда ты знаешь? Знаю, знаю. Ты вот хотел сойтись опять за своей этой москвичкой. С кричкой. У нее там не получилось в Европах-то. Вот она и решила опять. У нее богатый жених. Кто рассказал тебе весь этот бред, а? Кто? Люди. Люди все знают. Понимаешь? Знают. Это бранье. Да. Это бранье, понимаешь? Я 16 лет не видел свою жену и вряд ли когда-нибудь увижу. Она уже русский язык забыла, не только меня. Пусти меня. Я знаю, что это не так. Я знаю, я уже говорила. Это не так. И если ты с ней, то ложь про сына. Ложь. Ложь. Рита. Нет. Ну, откуда? Откуда ты знаешь? Потому что... Ну, это же легко проверить. Достаточно позвонить в посольство и узнать, когда она в последний раз пересекала границу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты смотри, какая берлога. Бомжи? Нет. Не похоже. Аккуратненько все. И запаха нет. Холодный. Мягкий. Опа-на! Взрывчатки из карьера. Рит, я не убивал твоих родственников. И тебе я не изменял. Все, что я делал, это только для того, чтобы защитить нашего сына. Он и... и вот они все должны были получить все, все, что есть у меня. Теперь пойдем вот сюда. Только тихо. Стоять! СТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, теперь можно идти Слушай, Рита, мы должны скорее все это распутать Ты снимаешь? Ага Я спрашиваю, ты снимаешь? Да-да-да, снимаю Я хочу знать Кто убил моего мужа, отца и брата Это мои дети Мои сыновья И они должны знать Серега, ты что ли? Чуть не грохнул меня Ладно, пошли все вместе А то перестреляем друг друга ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все ушли Я сказал, все ушли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Исходя из того, что нам известно Могу сказать Вернее, предположить Кого именно нужно искать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По всей вероятности, это человек Который имеет отношение к семье Флягиных Близкий друг или родственник Есть такие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот человек был вхож в ваш дом И мог слышать любые разговоры, Не предназначенные для посторонних Также он был приближенным И к Завьялову Потому что убийца точно знал О всех действиях Завьялова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынок! Пошли! И я никуда не пойду Что? Ну вот, кажется, мы дошли Назад! Нет, здесь мы точно не пройдем Пошли другой путь искать Идем за мной Да они же тебе не родные, братья, идиот Не родные, понимаешь? Сынок, валим отсюда, валим Ай! Всю жизнь были родные А теперь нет, да? Это моя семья Я не хочу их убивать Верни прерыватель Обезвредим бомбу Я пойду с тобой Я пойду с тобой Это был человек, который имел Личную заинтересованность В смерти всех этих людей Смерть каждого из Флягиных Увеличивала долю капитала Остающимся в живых Значит, в их смерти Был заинтересован Или один из Флягиных Или Обделенный родственник Который в дальнейшем Получал право на наследство Да ты понимаешь? Что всю свою жизнь Я горбатился На эту Маргариту Понимаешь? Пока она шлялась по мужикам И пацанов рожала Как кошка А кто? Кто этих пацанов кормил? Знаешь? Знаешь? Я их кормил Я их кормил Да все Все, что у нее есть Нажито моим горбом Моим горбом Моим горбом Моим горбом И последнее Этот человек Левша А также Этот человек Который все три раза Приглажал тебя Аркадий На встречу с Флягиными А вас Маргарита Николаевна Уговорил Устроить Сегодняшний захват Теперь Вы знаете Кто это И Можете назвать Его имя Левша работает У Завелова Это Василий Флягин Дядя Маргариты Николаевны Они всю жизнь Меня держали при себе И никто из них не знал Как тяжко Я зарабатывал эти денежки А когда пришла Пора делиться Где дядя Василий? Нет, дядя Василий А пошел нахрен Дядя Василий Нет, сынок Они теперь За все заплатят За все Это он? Он Это он? Да Теперь понятно, почему Василий перешел на работу Ко мне Чтобы иметь возможность Стравливать нас А ты знаешь Сколько раз в жизни Я был счастлив Там на войне С ребятами из Вода И здесь С братьями Когда жил по правде И по совести А ты из меня Убийцу сделал Убедился брать бомбу Чтобы творить правый суд Над тем гадом Который всех оборовывал А ведь это ты Захотел всех оборовать Убить и оборовать Ты Значит Не хочешь Быть убийцей Этих Кровососов Отключи бомбу Верни прерыватель Ты можешь Пойти со мной Я думаю Что обвинение Против моего клиента Завьялова Сняты Дела Отправляются На доследование Так Ваша честь Маргарита Николаевна Так Где он? Где он? Где прерыватель? Где прерыватель? Дурачок Дурачок Неужели ты думал Что я его оставил? Да я выбросил его Понимаешь? Они все Все обречены Я предупрежу их И они спасутся Понял Только попробуй Что это? Взрыв не минуем Уничтожение всех наследников Сразу Это отлично придумано Да от глоба камня на камне Не останется Все погибнут Убить решил На Здесь же еще пять мешков Я не знаю В каком детонат Но это полгорода снисер Все уходим Прости меня, дуру, пошел Не все потеряно Я найму лучшего адвокатора Я боюсь, он мне не поможет Столкнуть 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 Пусть это сдохнут! Пусть сдохнут! 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сынок, я, я, я ж хотел. Все для тебя. Сядь от клуба, от клуба, быстро, быстро! Гражданских за линию. Где эти чертовы саперы? Сейчас Рванёк полгорода снесет. Объявляйте его классами по городской трансляции. Быстрей, быстрей! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Давай скорей. Вот так, вот аккуратно. Тихо-тихо. Ты когда-нибудь видел такое? Такое? Видел. Сегодня утром. Вот, смотрите. Это описание, это схема. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основной Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде все. Да. Интересно, что бы я резал, если бы ты схему не принес? Как что? Угадали бы. Как Ванька? Ванька в скорой. Василий? А он к нему убежал. К Василию. От нас спасался, ну и прямо в лапы. А что так темно? Ты ранен. Что так темно так, а? Голова болит? Голова? Да. Что там болеть? Там же, там же кости. Врача, врача, врача! 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 Скорее! Скорее! Итак, драма с захватом заложников в зале суда, где шел процесс над Аркадием Завьяловым, благополучно завершена. Благодаря усилиям адвокатов Трофима Стрельцова и Егора Дербенева семья Флягиных отпустила заложников. Флягины задержаны. Не исключено, что защищать их будут Стрельцов и Дербенев. С места событий передает наш корреспондент. Маргарита Флягина совершила безумный поступок, рискуя жизнью и свободой своих сыновей. Правда ли, говорят, что истинная причина в том, что она приревновала своего любовника Аркадия Завьялова к его бывшей жене? Человеческие эмоции порвы обладают разрушительной силой, но ничто не дает нам право брать правосудие в свои руки. Слава Богу, что удалось избежать гибели невинных людей. Спасибо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! Готовься! Объект приближается. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты его нашел? Видишь его? Вижу. Стреляй! Не могу, он закрыт. Что значит закрыт? Стреляй! Там люди. Какие люди? Плевать на людей! Стреляй, сказал! Там люди. Ты чего делаешь? Он же уйдет! Стреляй! Да пошел ты! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сегодня в московском городском суде идет процесс над директором Павловского рынка Владимиром Фокином. Бывший полковник российской армии обвиняется в попытке подкупа сотрудника пожарной инспекции. Примечательно, что обычно в следственные органы обращаются те, у кого вымогают взятку, а не те, кому ее предлагают. На этот раз все произошло наоборот. Итак, вы утверждаете, что мой подзащитный предложил вам взятку? Я прибыл на рынок для проведения проверки. Фокин пригласил меня в кабинет. Пригласив в кабинет, Фокин предложил деньги? Да, он сказал, может быть, попробуем договориться. Какую взятку? Вот тут сколько? Сто тысяч рублей. Я попрошу тишины. Фокин предложил деньги наличными? Нет, он сказал, на любой счет, который я пожелаю. Но я категорически отказался. Понятно. Нельзя сказать, что визит пожарного инспектора и последующий за ним судебный процесс стали для Владимира Фокина и его компаньона Шабанова полной неожиданностью. В течение одной недели нас уже посетили представители науковой инспекции СС. Кому-то, видимо, приглянулся наш рынок, и он решил его отобрать. Это обычная тактика рынка. Могу пообещать, но в нашем случае у них ничего не влезет. Узнаете этот документ? Нет, впервые вижу. Этот счет принадлежит фирме, одним из учредителей которой является супруга уважаемого начальника пожарной охраны. Вполне возможно. Я не вмешиваюсь в дела своей жены. Ну, это было бы странно, ведь ее фирма занимается установкой противопожарной сигнализации. Ну, зачем вам влезть в ее дела? Это совершенно разные сферы деятельности. И все-таки, как этот документ попал Фокину? Я понятия не имею. Напомню, события вокруг Павловского рынка далеко не первые в серии рейдерских захватов столичной собственности, которые начались с убийства Олега Исаева, директора Воскресенского рынка. Два года назад он был застрелен снайпером около собственного дома. Убийца найден не был, и это дело до сих пор не закрыто. Затем последовала целая серия заказных убийств и громких судебных процессов, а московские рынки часто меняли своих хозяев. Предполагается, что за этими событиями стоит в прошлом активный участник тростовской группировки, но неизвестный предприниматель Кучмаев, объединивший в своем холдинге 15 столичных рынков. Возможно, Павловский рынок должен стать его следующим приобретением. Защищают Фокина известные адвокаты Трофим Петрович Стрельцов и Егор Дербенев. На днях мой помощник Егор Дербенев заходил к вам на работу и, к сожалению, не застал вас. Егор Владимирович, пожалуйста. Ваша честь, я продолжу. Да, пожалуйста. Я попросил вашу секретаршу распечатать для меня инструкцию о мерах пожарной безопасности. Прошу обратить внимание. Видите, здесь полоски. И полоски на всех трех листах одни и те же. Это означает, что у вас заканчивается картридж. А вот, вы позволите? Пожалуйста, пожалуйста. А вот номер счета, который распечатан на неизвестном вам принтере. На этом принтере тоже заканчивается картридж? Протестуй, это мнение Дербенев. Прежде чем подавать ходатайство о приобщении материалов к делу, мы передали их для проведения экспертизы. Данные образцы сделаны на одном принтере. Дело в том, что вы требовали у Фокина взятку в размере 100 тысяч рублей, которые он должен был перевести на счет вашей супруги. И когда Фокин отказался платить, вы обвинили его в даче взятки. Факт вымогательства налицо. Надо было картридж-то поменять, интернетчики хреновые. Тише, тише, тише. Тише, тише. Да. Олег, к сожалению, ты был прав. Мы без тебя не обойдемся. Адвокаты развалили делом. Теперь твоя очередь действовать. Только теперь это будет стоить в два раза дороже. Хочешь меня наказать? Не без этого. Но не это главное. Я узнавал, где появляется Стрельцов с напарником. Там опасность возрастает в десять раз. Договорились. Документ я вышлю. Все. Если выкарабкается, полжизни на каталке. Позвоночник. А операция? Ведь можно сделать операцию на позвоночник. Можно. Но не у нас. Вы же не миллионер. Сколько? Где-то полмиллиона. Евро. И в Германии. Вот, передайте ей, пожалуйста. Он меня спас. И ее спасет. А я достану. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Люди с вашим опытом на вес золота, но у вас контузия, поэтому мы не можем вас взять. Это исключено. Наша фирма в ваших услугах не нуждается. И все-таки спасибо, что нашли время прийти к нам. Я же тебе говорю, все будет хорошо. Ты будешь бегать у меня, как девочка. Спасибо тебе. Это дело обязательно нужно отметить. Трофим Петрович, ну пожалуйста, мы очень-очень просим. Нет-нет, никак не могу. Никак. Ну вы правда нам очень помогли. Спасибо вам большое. Не за что, не за что. До свидания. До свидания. Ну что, отбился, чертяка? А, Ольга, муж у тебя? Голова? Спасибо. Это не я голова, это ты голова. Такого адвоката нашел. Да. Мне на рынок надо. Отвези Ольгу. Ну конечно подвезу. Вот заработался ты с рынком своим. Слушай, Боря, это и твой рынок, между прочим. Мог бы маленько поучаствовать в жизни рынка. Да я вообще ничего не соображаю в этом вашем реальном секторе. Мне вот фондовый рынок, это да. Вот в Лондон приезжали бы ко мне, таких бы дел наворотили. Ну ладно, я на рынок. Ну что, сеструха, поехали? Поехали. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Мне кажется, Володя что-то скрывает. Скажи, у вас проблемы? Какие могут быть проблемы, когда у вас чудо-адвокат? Боря. Ладно, вижу, от тебя ничего не скроешь. Ну короче, на Вовку наехал серьезный человек, хочет забрать рынок. Господи, ну ты же сам только что сказал, что у него чудо-адвокат. Человек, который на нас наехал, таких адвокатов на завтрак без соль ест. Кошмар какой-то. КОНЕЦ 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 Вас можно поздравить, Трофим Трофимович. Вы делали этого пожарника, как бог черепаху. Сделай чайку покрепче. Пожарники, Егор, это погорельцы по Гелировскому. Ездили по России, просили милостыню. А кто тушит, это пожарные. Очень простое дело. Любой другой адвокат способен сравнить две бумажки, тем более за такой гонорар. Сравнить? Да. Может быть. Но вот догадаться, чтобы сравнить. Что он распечатает этот свой счет на рабочем компьютере. Нет, Трофим Петрович, это было красивое решение. Вопрос в другом, Егор. Почему Шабанов захотел, чтобы дело вел именно я? Это заставляет задуматься. Задуматься? А о чем? О том, что ему нужно от меня еще что-то. А что ему еще может быть нужно? Вы же проучили этого жадного пожарника. А, то есть, простите, жадного пожарного. Зачем ему еще адвокат? Я думаю, что мы этого Фокина больше не увидим. Разве что я не сойду с ума и не решу что-нибудь купить на этом Павловском рынке. Здесь, посмотри, никакие-то проблемы. Дед Ермолай жив? Да. А ты, значит, его внук. Вылезай. Давай. Вот правнуки Ермолая. Жена моя, Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давай. Селяйся. Держи. Ну, что вы. Я сама. Пойдем посмотрим. Вперед. Вперед. Иди. Давай, заходи. Живи. Здесь тебе будет склад. Здорово. Ничего себе. А здесь пока поживете. Все, что нужно для жизни, здесь есть. Холодильник, стол, телевизор, шкаф, диван. Недельки-две поживете, а там найдешь общагу. Ну, а там посмотрим. Ага. Я пошел. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Значит, говоришь, мы не договорились. У-у. Да мне не важно, кто ты такой. Я же сказал, если накинешь еще столько же, тогда и разговор будет. За эти копейки я работу терять не хочу. Ну, не могу, не хочу. Для меня это все лирика. Меня интересует один вопрос. Пропустишь меня на склад? Слушай, я тебе по-русски объясню. Нет. Значит, нет. Значит, нет. Нет. Ты что творишь-то? Больно. Больно? В следующий раз перепонки лопнут. От тебя требуется только вовремя отвернуться. А будешь распускать язык, из-под земли достану. Иди на пост. Через полчаса я к тебе приду, и ты мне поможешь. И запомни, особо жадных я очень не люблю. У меня есть для вас работа. За хорошие деньги. Какая работа? Как раз для вас. Некоторые люди являются проблемой для других людей. Эти проблемы приходится устранять. В прямом смысле этого слова. Убийцу из меня хочешь сделать? Я? Да ты уже убивал ради государства. Оно потом тебя кинуло. В общем, край наступит. Звони. Что сказал врач? Так, я ему сейчас позвоню. Не надо. Он сказал, что если операцию не сделать в течение полугода, будет поздно. И мне страшно. Я же сказал тебе, что все будет хорошо. Я тебе обещаю. Привет, ребята. Что-то капитан-то оборзеть начал? Чужих клиентов отбиваешь? Вы же не справились. Фокин наш терпила. Не получилось пожарным. Придумаем что-то еще. Ты ты куда лезешь? Вы уже напридумывали эсэса, налоговая, никакой фантазии. В общем так, звони шефу и говори, что ты от работы отказываешься. А то что? А то мы тебя здесь и закопаем. Да ну? Достань-ка ручку из бардачка, я ему записочку напишу. Напис, Арчук, пиши шефу. Тихо. Спокойно. Спокойно. Пистолетик дал? Пожалуйста. Ребятки, вы залезли ко мне в машину, а это косяк. А я Косичков не люблю. Быстренько вышел потихонечку отсюда. И дверь закрыли? Дверь закрыл! Тихо. Ты чего? Открой, кто там? Ну, не удержался, прости. Куда? Ага, прошу. Ну, поздравляю. Победители. Держи. Поздравляю. Молодцы. Давай, помой там все. Ну, восхищен. Вы просто гениальный адвокат. Ну, просто. Молодцы. Спасибо. Повернуть все. Молодцы. Ключи мне дай. Ладно, сам возьму. Так, директор, склад, склад. Камеры выключи, пока я работать буду. А зачем? Тебе опять непонятно. Камеры, говорю, выключи, пока я работать буду. Хорошо. А бабки? Что еще? Ну, ты же мне бабки обещал. Получишь, когда дело сделаем. Да не очень-то ты похож, что из органов. А те, кто похож, давно всех уволили. Камеры выключи. Черт. Но, честно говоря, поначалу я не был уверен. Но сейчас я восхищен. Восхищен. Вы настоящие адвокаты. Прошу. Но наш контракт с вами не закрыт. А что вы имеете в виду? Сто тысяч. И пожарная это подстава. Подставить хотели Фокина, чтобы убрать его с рынка. Но им нужен не Фокин. Им нужен рынок. Он ни перед чем не остановится. А кто не остановится? Кучмаев. А-а-а. СИГНАЛИЗАЦИИ Ну, конечно, я не лезу в дела рынка. Ну, у меня другой бизнес. Я занимаюсь инвестициями в крупные финансовые компании. Конечно, формально рынок прилежит нам вдвоим по 50%. Но эти деньги – это семечки. Основной доход, конечно же, инвестиции. А почему вы думаете, что пожар – это дело рук Кучмаева? О, это его тактика. Все захваты были сделаны по одному принципу. Сначала тотальная проверка контролирующих организаций. Например, пожарной инспекции. Правильно. Потом налоговая, потом санэпидстанция, а потом какая-нибудь эффектная силовая акция. Но там бандиты остановят грузовик с товаром или скинхеды и забьют торговцев. А потом, конечно, пожар. Вот гад! А что же вы хотите? Чтобы мы защитили вас от Кучмаева? Вы не сможете нас защитить. Он захватил уже 14 рынков, он захватит и наш. А что мы для вас можем сделать? Посадите его. Я на дури не подписывался, слышишь меня? Эй, я с тобой разговариваю. За траву по-другому тарифы платить надо. Слышишь меня? Я же говорил тебе, что жадность плохое чувство. Я тебе говорю. Ой, дурак. Он дурак. Да вы знаете, сколько на нем преступлений, а? Убийство, вымогательство, взятки, рэкет. Да если вы освободите город от этого подонка, вам только спасибо скажут все. Наша работа защищать. Ну так и защитите нас. Вы знаете, что, Володя, каждый камешек, каждый кирпичик своими руками вот на этом рынке, для него это не просто рынок, для него это дом родной. Ну что вы, ну вы же сами знаете, как это делается. Ну, нашли косяк, закрылись за наркотики. Патрон, три года за хранение оружия. Ну вы же лучше меня знаете, как это делается. Надо найти другой способ, как его остановить. Как по-другому. Либо мы его, либо он нас. Если вас действительно атакует Кучмаев, вам нужно приготовиться к долгой осаде. Мы готовы вам помочь. Мы представим вам все законные способы. Законными способами. Да законными способами с ним не справиться. Алло, это наркоконтроль? Да какая разница, как вы называетесь? У меня есть информация, что на складе хранятся наркотики. Неважно, кто я. Записывайте адрес. Складской проезд, дом 7. Дурак, я же просил выключить камеры. А, хорошо, я понял. Уберите. А сколько надо? Вы назовите сумму? Мне кажется, вам уже пора. Нет, нет, подождите, подождите. Ну, я может быть что-то не... А может быть тогда вас интересует процент от бизнеса? Ну, давайте договоримся. Ну, два, три, там, пять процентов. Ну, сколько вы хотите? Ну, это огромные деньги, не отказывайтесь. Егор. Ну, пожалуйста. Порвади гости. Ну, что ж вам, деньги не нужны, что ли? Ну, подождите вы, ну, они же всем нужны. Здесь, в Лондоне, везде нужны. Ну, простите, вы простите, я сейчас... Поймите одно, Володя Фокин, он мой друг. И мне очень хочется спасти жизнь своего друга. Вы поймите это! Ну, может быть, я предлагаю какие-то неправедные вещи. Может быть, неверные. Может... Но мы же имеем дело с подонком. Извините. Извините. Мы так не работаем. Да. Вы... Прошу. Вы честоплюе. Прошу. Простите. Я... Я... Извините. Мама! Прошу. 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 Что? Помогите! Помогите! Господин Ерыгин! Вы меня? Вас! Вас! Это ненадолго. Семочек, не бойся! Мама, не бойся! Он тебя вытащит! Сейчас! Подожди! Не бойся! Видите, вон диавдоз? Там что-то произошло? Да, произошло. Небольшая неприятность произошла. Кто-то вызвал сотрудников наркоконтроля. И они уже нашли в кабинете Фокина и на вашем складе груз марихуаны и труп охранников. Что? 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 Наркоту нашли. И труп. Помоги мне! Дядя! Дядя, ты где? Слушай сюда. Тебя закроют. Гадалки не ходи, это верняк. Если ты не хочешь, чтобы с твоей семьей, с женой и сыном что-то случилось, пока ты чалишься в СИЗО, ты скажешь следователю следующее, что Фокин торговал наркотой. Иди! Иди где? Иди сюда! Иди ручки! Иди сюда! Что Фокин организовал из твоего склада перевалочную базу. Мама! Мама! Мам! Мне страшно! Мама! Не дыши! Тебя втянул в это дело. Охранника убил Фокин, потому что тот слишком много узнал о хозяине. Терпи! Терпи! А, Господи! Ты с тобой! Терпи! Вадимир Алексеевич! Спасибо большое! Отойдите! Ну, ты понял насчет своей жены и сына? Их ждет страшная смерть. Смотри, чтобы тебе потом всю жизнь себя не горить. Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Ой, сволочь! Мама, смотри! Слушай, по-моему, Шабанов телефон забыл. Надо позвонить, пусть приедет и заберет. Ничего нового купит? Ну, подумает, что мы украли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Нет, это не он. Он забыл свой телефон. А что? Егор! Рынок горит. Фокин в больнице. Как горит? Наверное, сильно горит. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чего ты тянешься? Давай быстрее. Тут знак. Борис Александрович, быстрее 50 нельзя. Давай я буду решать, чего тебе можно, чего нельзя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Шабанов с тобой? Дай его. Вас, Борис Александрович. Да. Борис Александрович, на рынке пожар. Фухин в Склифе. Где? В Склифосовского. Давай быстрее в Склиф. Ну, давай быстрее. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здорово. Ерыгин Дмитрий Станиславович. Да. В вашей секции склада найдены пакеты с марихуаной и трубы. Что вы можете сказать по этому поводу? А что вы смотрите? Вы полиция, вы разбираетесь? Мы разберемся. Но у вас есть свое предположение на этот счет? Вы можете сделать признание, а то будет поздно. Оставьте меня в покое. Я ничего не знаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тут база наркотиков. Угу. Фухин хозяин. Вынудил и меня. Наркоту привозили. Продавали розничным покупателям. Так. Охранник узнал. Он его убил. Труп не успел спрятать. Вот это уже лучше. А вы, говорите, не знаете. В управление его. Пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Папа пришел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет, партышка. Ну, и как у нас дела в школе? Две пятерки, одна четверка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, это я сама виновата. Я не смогла через козла перепрыгнуть. Что ты мне принес? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кажется, ничего. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Врешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, не вру. Ну, по крайней мере, тебе. Давай посмотрим. Так, в этом кармане ничего. Нечего. А в этом кармане ничего. Ну, папа! Подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Спасибо! Почему без усов? От тебя бензином пахнет. Почему? Бензином пахнет. Это потому, что я целый день целовался с машинами. Опять врешь. По дороге встретил молодую, красивую, новую машину, влюбился в нее и целый день с ней целовался. Все ты врешь, ты маму любишь. Ну, ты как? Больше и врачи. Слушайте, но так не бывает. Это же невозможно. Кучмаев Аркадий Андреевич родился в 56-м году в поселке Алексеевка Ростовской области. Поступил в институт физкультуры в Москве, который так и не закончил. В конце 70-х, начале 80-х работал швейцаром. В 85-м году был осужден за хулиганство. Освободившись условно досрочно в 87-м году начал формировать собственную команду, исходя из принципов землячества. Опираясь на земляков, Кучмаев за короткий срок сумел создать организацию ростовских по месту рождения основных лидеров. Серьезный гражданин. Серьезный? Не то слово. В 90-х годах несколько десятков участников группировки, включая самого Кучмаева, были арестованы. А вот в 93-м, после возвращения Кучмаева, по Москве прокатилась целая серия кровавых разборок. Ростовские пытались вернуть себе лидирующее положение в городе. Ну, и каковы наши действия? Я все еще адвокат Фукина. Наш контракт с ним не завершен. Я так понимаю, Ерыгину тоже понадобится адвокат? Если они согласятся, я беру Фукина, а ты Ерыгина. Тактически очень правильное решение. Главное сейчас что? Главное ввязаться в драку. А там видно будет. Дальше что? Я стал торговать. Фукин был доволен. Молодец. Быстро ты въехал в дело. Ну, тогда расскажи мне. Расскажи, какой оборот за день? Какая расфасовка? Во что товар упакован? Да, шишопиум. Разница есть? Что такое план, ты знаешь? Ты знаешь, что такое план? Что оно? Куда Фукин ударил охранника? В грудь или в живот? Как тот узнал про ваши дела? Я. Что? Ты мне зачем весь этот бред несешь? Они что, угрожали? Ну что там происходит? За что скажешь? Ты адвокат или кто? Я? Да. Я адвокат. И я буду тебя защищать. Понимаешь? От твоей же дурости буду тебя защищать. Потому что ты на суде посыпешься со всем этим бредом чёртовой бабушки. Только будет поздно. Рынок захватит. И Фокин его обратно не вернёт. А сейчас время есть. Ну, не будь ты дураком. Угрожали? Нашли слабое место. Кого обещали убить? Жену? Сына. Сына. Пожалуйста. Пожалуйста. Проходите. До свидания. Добрый день. Да какой там? У нас теперь каждый день недобрый. Ну, перестаньте. Ещё не вечер. Поборемся. Как бороться-то, если он признал всё? У меня это в голове не укладывается. У меня тоже не укладывается. Давайте выйдем. Я только что был у Ярыгина, разговаривал с ним. Он твердит одно и то же. Я виноват. Фокин виноват. Пусть нас всех судят. Но не верю я. Что-то здесь не то. Не похоже это на правду. А что делать-то? Что делать? Вы сейчас на свидание к нему идёте? Да. Попробуйте поговорить с ним. Заставьте его правду сказать. А то он здесь останется в тюрьме. И надолго. Это тебя адвокат подбивает, чтобы я поменял показания? Так а что меня подбивать-то? Я что, по-твоему, совсем дурочка? Ты наркоту хранил на складе, а я не видела? Ты зачем это всё на себя берёшь и Фокину оговариваешь? Зачем? Ты ничего не понимаешь. Я знаю, что понимаю. Фокин нас как родных принял. Место на рынке дал. А жильём перемется помог. Мы себя людьми почувствовали. А ты что? Ещё знаешь, что я понимаю. Что мне сына одной придётся поднимать. Я за вас боюсь. Поэтому и... Да за нас уже поздно бояться. Мы попали. И ты, и я, и Федя. Я тебя очень прошу. Слышишь? Скажи всю правду. Расскажи всё, как было. Всё будет хорошо. Ты слышишь меня? Когда всё произошло, ко мне у рынка подошёл один тип. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну? Вы уже знаете, почему вас задержали. Нет. Вы подозреваетесь в организации на вашем рынке перевалочной базы торговли наркотиками. И в убийстве вашего охранника Григорьева. Якобы он узнал о ваших делах, и вы его устранили. Да вы что? Бред какой-то. Кому это могло прийти в голову? Ярыгин. Он дал против вас показания. Он что, рехнулся? Ну, Ярыгина не стоит осуждать. Ему пообещали расправиться с его семьёй. Что это значит? Чтобы он жил хорошо, меня нужно посадить? Наркота и убийство? Да вы что? Да я же оттуда никогда не выйду. Я подохну на зоне. Кучмаев серьёзно намерен захватить ваш рынок. Ну уж нет. Рынок я ему не отдам. Не приучен. Чудесно. Значит, не всё так плохо, как кажется. Ярыгин отказывается от своих показаний. И всё дело начинает... Так. Поджог на рынке. Попытка скрыть улики. Не верится. Как и обещала. А ты сомневалась? Да нет, что ты. Пять, четыре, три, два, один. Пошёл. Директор и совладелец Павловского рынка Владимир Фокин был взят под стражу прямо в больничной палате. Напомню, совсем недавно Фокина судили задачу взятки представителю пожарной инспекции. Тогда он был оправдан. На этот раз Фокина обвиняют в организации на рынке перевалочной базы и мест торговли наркотиками. Опасаясь разоблачения, Фокин убил одного из своих охранников, который слишком много узнал о его делах. Затем Фокин и его сообщники Ярыгин попытались поджечь склад, чтобы замести следы преступления. Только чудом обошлось без большого числа жертв. Иными словами, вы отказываетесь от показаний, данных вами при задержании? Да, имею право. Конечно, имеете право. Только подумайте. А это резонно? Подозреваемый не обязан объяснять, что именно он думает по поводу избранной им линии защиты. Конечно. Конечно. Только посмотрите, что у нас есть на него. Первое — это наркотики, найденные в вашей сумке. Второе — это тесная связь с хозяином рынка, которого подозревают наркоторговли. И третье — труп. Труп у вас на складе. Понимаете, с таким набором срок вам обеспечен? Вопрос только в том, как он пойдет с Фокином. В одной упряжке или на равных? Или как человек, который вовлечен в эти преступления? Который искренне раскаивается? Подумайте. У вас есть шанс. Вы знаете, у вас еще есть шанс. Поверьте мне. Я хочу вам помочь. Неизвестно, как на это дело посмотрит суд. Мне кажется, что подозреваемый уже высказался на этот счет. И изменил показания. Да? Ну тогда он сядет с твоей помощью. Ты что думаешь? Мы не дадем наркоманов, которые закупались в ларьке? Или что суд не поверит, что хозяин склада не знал о трупе у него в вещах? Или то, что у него в сумке лежат наркотики, а он о них вообще даже не подозревал? Да подумай ты. У тебя еще есть шанс соскочить. Или получить срок мягче мягкого. Ну, ты соглашайся. Соглашайся. Спасаясь разоблачения, Фокин убил одного из своих охранников, который слишком много узнал о его делах. Затем Фокин и его сообщники Ерыгин попытались поджечь склад, чтобы замести следы преступления. Только чудом обошлось без большого числа жертв. Да бред какой-то. Господи, наркотики, поджоги, убийства. Совсем уже с ума сошли. Чтобы Володя на это пошел. Пусть не он. Пусть подставили. А почему подставили? Потому что не хотел продавать этот чертов рынок. Да это его бизнес. Как ты не понимаешь? Да пропадил он пропадом этот бизнес. Вот стоит он, чтобы всю жизнь гнить из-за него в тюрьме. Нет ему жалко вот эту вот помойку. Слушай, он мой муж. И ты не смеешь его оскорблять. Подожди. Подожди. Сой, подожди. Да подожди ты! А? Адвокатом и подельником его кто платить должен будет? Я должен буду платить. Я. А нет у меня денег свободных. Ты понимаешь? У меня свободных денег нет. Нету. И вообще, самое правильное лучше было бы мне взять и уехать отсюда. Уехать. Все. Самое правильное. И… Могу. Ну, не реви. Не реви. Ладно. Найду я деньги. Конечно найду. Конечно я заплачу. Ну, не реви. Пожалуйста. Совсем справимся со всеми проблемами. Ну, пойдем. Пойдем. Все всем отдадим. Всем заплатим. Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А где наш клиент? Дело сделано. Фокин в тюрьме. Шеф доволен. Рука не болит? А у меня ничего никогда не болит. Это хорошо. Это по-нашему. Дело сделано, но не закончено. В смысле не закончено? Фокин по судам его посадят. Рынок конфискует. А дальше дело техники. Фокина на суде будет защищать адвокат Стрельцов. А это очень серьезный противник. Я могу убрать Стрельцова, но это будет стоить столько же. Так хозяину и передайте. Ты что, цену решил набить, что ли? Хотите попробовать справиться со Стрельцовым без меня? Попробуйте. Отморозок, а? Ну, кончен отморозок. Гражданин Ярыгин, при каких обстоятельствах познакомили с гражданином Фокина? Фокина родом из нашей станицы. Дед Ермолай и посоветовал обратиться к нему. Дед даже письмо написал, чтобы он помог. Фокин дал место на рынке и комнату на первое время на складе. Чем вы собирались заниматься на рынке? Торговать. Чем? Ну, как чем? Вещами разными. А как вы объясните, что в ваших вещах были обнаружены наркотики? Вам понятен вопрос? Да. Тогда отвечайте. Отвечайте. Мне их дал Фокин. Охрана! 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 С какой целью? Чтобы я их продавал. Как вы объясните, что у вас на складе обнаружен труп охранника? Охранник узнал, что на складе торгуют наркотиками, и Фокин убил его. Животное. За что? За что? Привет, солнышко. Ну как? Ты достал деньги. Да. Теперь на операцию не хватает совсем немного. Прошла большая сделка, я получил очень хорошие комиссионные. Но есть возможность подзаработать ещё. И тогда мы с тобой возьмём мартышку и поедем на море все вместе. Будем валяться на пляже и слушать, как оно шумит. Я лет десять не была на море. Ну что, коллега, поздравляю, первый раунд мы проиграли чистую. Как говорил Черчилль, проиграть битву ещё не значит проиграть войну. А, ну вы же не Черчилль, коллега. А вода тёплая. Извини, я ненадолго. Позиция обвинения железная. Против Фокина все улики. Я начинаю сомневаться. Может быть мы ошиблись и Фокин действительно виновен? Приговора пока нет. Будем бороться. Против Фокина запущена сложная интрига. А во всех сложных интригах есть один большой недостаток. Это какой же? Их сложность. Нужно учитывать человеческий фактор, искать их недостатки, искать в них отсутствие логики. Ну, какой отсутствие логики? Он завёз контрабанду, почувствовал, что за ним хвост, тут же её уничтожил, чтобы завести следы и всё. Ну, вот и есть первое несоответствие. В чём? Ярыгин признался, что он поджёг склад. Если помнишь, Фокин спас ребёнка Ярыгина. Фокин? Фокин спас ребёнка Ярыгина? Получается, Ярыгин не мог поджечь склад со своим ребёнком? Натурально молодец. Слушаю. Я же предупреждал. Адвокат взял след. Решайте сами. Ну что, выхода нет. Начинайте. Я согласен. Договорились. Только надо почистить. Приступайте. Все ваши уверения в том, что вы ничего не знали о наркотиках на вашем складе, выглядят более чем странно. И вообще, все ваши попытки изобразить невинность – не лучший способ защиты. Хочу напомнить суду. Не Фокина ли судили задачу взятки данную пожарной охране? С удовольствием освежу память обвинения. После своих ложных показаний начальник пожарной охраны находится под следствием по факту вымогательства взятки у Фокина. Ближе к делу, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте подумаем, зачем человеку, который имеет безупречную репутацию в обществе, является орденоносцем, полковником запаса, участником войны, который зарабатывает на своем бизнесе достаточно и не испытывает финансовых затруднений, зачем ему заниматься торговлей наркотиками на своем рынке? Это общие соображения. Давайте без лирики. Это не лирика, Ваша честь. Моего подзащитного пытаются подставить. Нужно искать того, кому это выгодно. Того, кто скупает рынки в этом районе. Это нетрудно выяснить, Ваша честь. У вас есть конкретные предложения? Я назову имена Ваша честь в свое время, а пока я скажу. Следствие, вместо того, чтобы устанавливать личность истинных злодеев, предпочитает выставить жертву рейдерского захвата козлом отпущением. Что за воровской жаргон в суде? Виноват, но это слова из Библии. Ваша честь, можно? Можно. Я хочу сказать одно. На предварительном следствии мне предлагали подписать признание в обмен на более мягкий приговор. Никогда, ни при каких условиях я не признаю своей вины в торговле наркотиками и убийстве. Никогда. Я умру в тюрьме. Но не позволю топтать доброе имя офицера и просто человека. Слишком дорого оно мне досталось. Да. Петрович? Да. Приветствую категорически. А, здравствуй. Ты все еще интересуешься Кучмаевым? Да, интересуюсь. А, зря интересуешься. В смысле? Кучмаев давно в Испании строит амотель. А здесь он свои рынки продает. Ты уверен? Мы пробили по своим каналам. Наша служба не ошибается. Кому продал? Пока загадка. Обычно продают всегда на подставных лиц. Ему деньги на строительство нужны. Видать, решил уйти на покой. Да и нам с тобой пора. Петрович, как на это смотришь? Отрицательно. Доброй ночи. Спасибо. Тот человек велел валить все на Фокина. И убийства, и наркотики угрожал. Иначе нас с Федей убьют. Я без него не смогу. А как я без него? И сына не подниму. Ничего. Он говорит, что его арестуют. А если он сам придет и признается, то ему сделают снисхождение. Вот тут его обманули. Вы знаете, это все очень странно. Мы так тихо жили, никого не трогали. А тут этот сказал Диме сказать, что это Фокин приказал. Александра Владимировна, вы понимаете, что говорите? Я вас сейчас спрошу. Вы готовы дать официальные показания? Да. Я готова. Нужно, чтобы вы ни на минуту не оставались одна. До завтрашнего суда я буду с вами все это время. И ночью? И ночью. Кстати, пора сделать обход. Удачи! 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 Егор, как ты мог их оставить? Если я найду когда-нибудь этого подонка, я задушу его собственными руками. Раньше надо было думать собственными мозгами. Скажите, Ирыгин, как именно вы производили поджог? Опишите, как все это было. Вот вы открыли канистру. Я поставил одну канистру, потом открыл вторую, облил бензином сумки и потом поджог. Простите, а что, у вас было две канистры? Две. А где же вторая? На пожаре нашли только одну канистру. Я не знаю. Ну как? Ну где вы взяли канистры? Купил в магазине. В каком? В хозяйственном. Я не помню, в каком. А вы принесли их на рынок в руках? Ну, конечно, в руках. Ну, значит, магазин где-то недалеко. Это нетрудно будет выяснить, где были приобретены канистры. А где бензин взяли? На заправке. На какой? На какой именно заправке? На заправках есть видеокамеры. Так что мы можем проверить ваши слова. Это я поджег рынок. А где бензин взяли-то? Слил с машины. На стоянке. Вы что же не видите, что он врет? Ярыгин, не врите. Тишина. Это я поджег рынок. Ярыгин, тебя обманули. Они взорвали твою жену. Врача. Немедленно врача. Из медпункта врача. Быстро. Скорую. Скорую вызовите. Они живы. Слышишь? И жена, и сын живы. Врешь? Я тебе клянусь, живы. Фокин не виноват. Я не поджигал рынок. Я знаю, знаю, знаю. Это он. Свидетель Ярыгин, который должен был дать показания против Фокина, был убит прямо в зале суда. Накануне в общежитии, где проживает семья Ярыгина, произошел взрыв. Его жена и сын чудом выжили. Что это? Стечение обстоятельств? Или у Фокина настолько длинные руки, что, находясь в тюрьме, он может дотянуться до любого, кто попытается выступить против него? Это неправда. Откуда ты знаешь? Мне много на этого сделать. Деньги меняют человека. Так, попроси остановить машину. Ну, перестань, ну чего ты вдруг? Попроси остановить машину. Кто помогать тебе будет, когда Вовку посадят? Сама как-нибудь справлюсь. Спасибо. Останови машину. Останови машину, я сказала! Строители пятнадцать. Да успокойся ты! Села! Ну, и что? Сюда! Да! Привет работникам свободной торговли! Кто это? Кто я такой, тебе знать не надо. А вот, что мне надо, это правильный вопрос. Мне надо, чтобы завтра ты признался в контрабанде организации поджога рынка. Нет. Уверен? Да. А вот я сейчас трубочку куплю. Володя, не соглашайся. Ольга, ты все понял? Отпусти Ольгу. Конечно, отпущу, нафиг она мне сдалась. Прям день суда и отпущу. Через пять минут после того, как услышишь приговор. Все понял? Не слышу. Понял. Договорились? Спасибо. А это, чтобы ты не кричала. Не люблю, когда шумят. Трофим Петрович. Трофим Петрович, перестаньте расстраиваться. Фокин завтра выйдет. После признания Ярыгина улик против него нет никаких. Да, Фокин-то выйдет. Но обвинение против него останется. А от заказчика мы еще дальше, чем были в самом начале. Понятно, что это не Кучмаев. Но кто? Пока мы не зацепим заказчика, будут новые и новые атаки на Фокина. Да. Что? Фокин хочет подписать признание. Я сейчас буду. Оставайся на связи. Так телефон-то. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Добрый день. Здравствуйте. Документ, пожалуйста. Пожалуйста, паспорт. Почему вы решили подписать признание? Решил. Что произошло? Ничего. Просто решил, все. Но так не бывает. Есть же причина. Причина. Нет причины. Просто я решил подписать признание. А вы адвокат и должны делать то, что я считаю нужным. Обязанным. Да, я обязан. Я обязан вас защищать, в том числе и от вас самого. А что произошло? Что? Боевой офицер, человек чести, вдруг решает плюнуть на все и сдаться. Подпишите признание – это все. Это конец. Вы отсидите свой срок, но не отмоетесь никогда. Вы хотите, чтобы ваши дети считали вас негодяем? Помогите мне. Я ваш союзник. Я ваш друг. И все сделаю, чтобы вам помочь. Мы на одной стороне. Скажите, что произошло? Что произошло? Что они вам сделали? Они взяли мою жену. Охрана, уведите! Трофим Петрович, у меня к вам просьба. Кто это? Не надо меня перебивать. Так вот, у меня к вам просьба. Оставьте Фокина в покое. И тогда ваш напарник не будет обвинен во взрыве в общежитии в убийстве Григорьева. Что это за бред такой? Просто оставьте Фокина в покое. Он хочет во всем признаться, пусть признается. Егора не могут в этом обвинить. Вы блефуете. Никто не поверит, что он… А вы посмотрите в почтовый ящик. Посмотрите, посмотрите. Собаки! Они пытаются нас шантажировать. Ночные кадры взрыва, и ты убегающий из общежития. Опять ты над мертвым Григорьевым. Вещь-то ты лезешь, куда тебе не следует лезть. Большие профессионалы. Ну, что поделать? Проиграл. Проиграл. Что ж теперь поделать? Что делать? Что делать? Раньше надо было думать. А вы не волнуйтесь. А давайте, может, чайку попьем? Или чего покрепче? Как вы предпочитаете сегодня? Клюквенную? Или все-таки нашу, смородину? Ну, давай, клюквенную. Они нас на живца ловили. Я думаю, что мы сделаем то же самое. Воспользуемся их приемом. Зацепим исполнителя, через него выйдем на заказчика, который косит под Кучмаева. А я сейчас на часик отъеду. Мне человек звонил, который на погоревшем складе тогда был. И видел, как кто-то приделывает к двери Ярыкина какую-то штуковину. Говорит, что может его опознать. Мы сейчас с ним в кафе там на складе и встречаемся. Через час буду. Хорошо. Стрельцов, Трофим Петрович, мне необходимо с вами срочно встретиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты зря полез в это дело! Ты чего в маске? Стесняешься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не мешаешь, придется потерпеть! Дborn! Ах, личик это откровать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. У нас мало времени, поэтому исключительно в ваших интересах сразу сообщаю. Заказчик поджога – это вы. Очень смешно. Не очень для вас. Вам удалось убедить вашего партнера в том, что вы его лучший друг, что ваше финансовое положение превосходно, что вам не нужна его часть рынка и что рынок атакует Кучмаев. Но Фокин не знает, что Кучмаев не покупает рынки. А он продает. Я сделал звонок ФСБ своим старым друзьям и выяснил, что Кучмаев получает деньги из фондового рынка. Ведь это вы перевели деньги из фондового рынка в реальный сектор. Кучмаев уедет, рынки его останутся. Они и есть те крупные инвестиции, в которые вы вложили весь свой капитал. Вы страшный человек. Я еще знаю, что ваш наемник шантажирует Фокина, требуя, чтобы он подписал признание. Но вы не знаете, чем он шантажирует, а я знаю. Ну и чем же? Он захватил в заложники вашу сестру Ольгу. Ольгу? Похоже, остановился. Ладно, постоим и мы. Олег, как дела? Все сделано. Фокин готов подписать признание. Где Ольга? У меня. Это гарантия того, что я стану жив и получу свои деньги. Хорошо, я готов расплатиться сейчас же с тобой. Я позвоню позже. Обговорим место. Что? Я даю вам на все два часа. После этого я передаю дело в прокуратуру. Два часа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Олег? Нам надо быстро все закончить. Через полтора часа на точке. Хорошо договорились. На том же месте буду. Они встречаются в течение двух чешов. Он должен получить деньги. Так. Значит, встреча будет в том месте, где они спрятали Ольгу. Да. Ну да. За это время он не сможет ее никуда перевезти. Остается узнать, где это. Куда можно спрятать человека? Только там, где его точно не будут искать. Детукция – король всех методов. Удачи, Игорь. Применим дедукцию. Так. Это тоже сюда. Олег, что случилось? Все хорошо. Сейчас я тебя к соседям отнесу. Потом Алиску со школы заберу. Кажется, мы поедем с тобой к морю гораздо раньше, чем я тебе обещал. Ну-ка, пойдем. Пойдем. Вот так вот. Здравствуйте, Маша. Здрасте. Я у вас, Веру, буквально на часик оставлю. Поухаживайте. Да какой вопрос? Заходите, конечно, заходите. Красавица. Похоже, зашевелился. Разворачивается. Неужели действительно на склад? Вот. Гениально. Молодец. Там, где ее никто не будет искать. Ну, конечно, на складе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сиди тихо, и все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Тварь! Ты что, решил меня убрать? Да. Так, давай, быстрее. Давай! Стоять! Пришло время сводить счёты. Брось оружие. Хватит. Ты кого защищаешь? Его? Он же Нелень. А ты? А что я? А что я? Я такой же, как и ты. Мы с тобой очень похожи, оба служили родине, а она нас кинула. И всё же разница есть. Да ну? Я не убиваю людей. Тебе бы мои проблемы, ты бы тоже убивал. Мне жену спасать надо. И дочку растить у меня ни кола, ни двора. Мне нет места на этой земле. Беда со многими случается. Да не все после этого начинают лить чужую кровь. Чужую? Да я всю жизнь только и делаю, что льют чужую кровь. Только раньше я это делал в погонах. И совершенно бесплатно за идею. А теперь мне за это платят деньги. Очень хорошие деньги. Чужую. Ты кого тут называешь чужим? Или, может быть, Шабанов тебе родной? Ты что, до сих пор веришь в эту справедливость и доброту? Так их нет, нету их. Ты такой же, как и я. Только пока ещё этого не понял. Да на войне мы бы с тобой были в одном окопе. Мы бы умирали друг за другом. Война, говоришь? Так война же кончилась давно. Кончилась? Война кончилась? Кончилась. А ты знаешь, сколько Шабанов с Фокином эти гниды, эти шакалы, людей положили? Сколько их они обобрали? Сколько в гроб вогнали, разорили? Сегодня Шабанов послал шестерых на верную смерть, и я их уничтожил. А ведь у них остались семьи. Жёны, дети, родители. Кто их будет кормить? Шабанов? Война, говоришь, кончилась. Да она каждый день идёт. За кусок хлеба. За место под солнцем, за крышу над головой. Ты пытаешься встроиться нужным винтиком, ошибись, и тебя выбросят. Ты исчезнешь, как будто тебя и не было. Брось оружие. Я считал, выстрел ты пустой. Брось оружие. Да пожалуйста. Я тебя и гулыми руками скручу. Сомри. Вот оно, моё любимое оружие. Особенно если вот так вот. А-а-а! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Видишь, в итоге Шабанов получил 13 лет, а рынок целиком достался Фокину. Ну да, не рой другому яму, сам в неё попадёшь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, странное дело. Вот они дружили, они воевали вместе, прошли три войны, прошли все испытания. А испытания деньгами не выдержали. Деньги. Деньги страшнее пистолетов. Кстати, по поводу денег. А ты знаешь, что деньги Шабанова, которые должен был получить Бабичев за Ольгу, так и не нашли. Загадка для следствия. Куда они могли деться? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понятия не имею. Куда они могли деться? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Меня не было полгода. Спасибо, вот вы нашли меня и показали его могилу. Я не знаю, кто те добрые люди, которые дали недостающие деньги мне на операцию. Знаю только одно. Был бы Олег жив, он бы нашёл способ их отблагодарить. А вы молодцом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Врачи говорят, через полгода уже палочка не понадобится. Ну, замечательно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это вы? А что вы имеете в виду? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это вы дали деньги на операцию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да разве это так важно? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА